К другим событиям. Жители Заволжья обратились в редакцию нашего телеканала и поведали о проблеме с парковкой крупногабаритных машин на Красинском мосту. У местных есть опасение, что такое нарушение правил дорожного движения может привести к серьезному дорожному происшествию. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Антон живет за Волгой недалеко от Красинского моста. Мужчины рассказывают, что около года назад мостовое сооружение облюбовали большегрузы. Они стали активно использовать его в качестве парковки. Жители близ лежащих домов это категорически не устраивает. Паркуются одни и те же машины с одними и теми же номерами. Прицепы у них меняются, видимо, груз. Здесь вот с этой стороны постоянно паркуется ломовоз. Это огромный 40-кубовый танк, что ли, назвать, многотонный. С той стороны две фуры постоянно одни и те же паркуются. Ну и вот здесь зачастила у нас фура и еще и прицеп к ней. Вечером и утром, ночью здесь просто все заставлено. Как рассказывает мужчина, недалеко от Красинского моста существует несколько специализированных парковок для большегрузов. Естественно, они платные. Поэтому водители фур в целях экономии средств не спешат ими пользоваться. Паркуйся на мосту они создают для местных сразу несколько проблем. Дорожники не могут качественно убрать проезжую часть ни летом, ни зимой. Соответственно, в холодное время мост плохо почищен от снега, а летом на нем скапливается песок. Но это не самая большая беда. Жители боятся, что у большегрузов могут отказать стояночные тормоза. И многотонная фура снесет их дома. Самая большая опасность. Ставят машину, экономят свои деньги, чтобы на спецстоянки для грузового транспорта не ставить. Ставили бы хотя бы как положено. То есть там башмаки какие-то подкладывали. Вот у него тормоза откажут, он поедет, снесет дом, людей, остановка общественного транспорта. Но опять же, всем все равно, буквально прямо проехать промзона по второй Красине. Там есть специальная парковка. Пожалуйста, ради бога. На Соминке есть парковка. Согласно ПДД, остановка на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними автомобилям категорически запрещается. Но с оговоркой, если сооружение имеет менее трех полос. В данном случае на Красинском мосту по три полосы в каждом направлении. Так есть ли нарушения? За комментарий мы обратились в управление ГИБДД. Организация движения со стороны этой речи на Красинский мост, то там остановка однозначно запрещена. Ну, хотя бы только потому, что там висит знак, остановка запрещающий на стороны Заводского района при въезде на Красинский мост. В данном направлении имеется три полосы вместе с полосой разгона. Остановка здесь не запрещена. Эта остановка должна не создавать помех другим участникам дорожного движения. То есть, если эта остановка осуществляет в начале полосы этого разгона, то, вероятно, это будет нарушением, но это обрабатывать в каждом конкретном случае. Но если данное нарушение граждане будет зафиксировано, то я предлагаю их снимать с помощью средств фото-видео съемки. Однако надо, чтобы они были привязаны к конкретному месту в пространстве и четко был виден государственный регистрационный знак транспортного средства. Граждане собираются на регулярной основе фиксировать нарушение правил остановки и парковки на Красинском мосту большегрузов, где это запрещено дорожными знаками. Фото- и видеоотчеты они будут отправлять в ведомство. Отметим, что за такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей. Остановит ли наказание рублем водителей крупногабаритных машин, покажет время.